Здравствуйте! Это программа «Лицом к городу». Мы продолжаем наши еженедельные встречи, в рамках которых мы обсуждаем с первыми лицами нашей Рязани наиболее актуальные и насущные городские вопросы и проблемы. Сегодня у нас в гостях начальник одного из двух новых управлений, созданных в структуре администрации города. Это управление городского планирования, пространственного развития и транспортной инфраструктуры администрации Рязани. Его начальник Елена Фирсова. Здравствуйте, Елена Вячеславовна. И, собственно говоря, что скрывается за столь громоздким и очень важным, скажем так, названием? С какой целью было создано управление и чем оно уже занимается? Я считаю, что за этим названием будет скрываться большой полюс, который это управление принесет городу, решая большое количество уже давно назревших задач и проблем. Как следует из названия, городское планирование и пространственное развитие заниматься мы будем тем, чтобы определить, как в будущем будет развиваться наш город. Какими станут его дороги, сколько в нем будет парков, как они будут расположены. Как сделать этот город максимально удобным, дружелюбным, комфортным, безопасным для жителей. Ну, то есть не секрет, что за, скажем так, последние 10-15 лет город существенно изменился. Появилось большое количество машин, появилось большое количество новых домов. И, вот, скажем так, по городской урбанистике он неожиданно ушел намного вперед. И этими вопросами действительно планирование никто не занимался. Ну, совершенно верно. Город – это ведь, по сути, живой организм, который не стоит на месте. Он развивается вместе с нами, вместе с его жителями каждый день. И, решая какие-то локальные задачи, мы забываем о том, каким, в принципе, должен быть облик нашего города. У него есть историческое ядро, и его нужно сохранять. Тем не менее, необходимо помнить о том, что современные требования, технологии, условия жизни, условия ритма жизни диктуют нам понимание того, что должны появляться и высотные здания, и инфраструктура. И при этом не нужно забывать об экологии, об удобстве, о комфорте. Таким образом, без четкой стратегии, направленной на выработку общего плана, картины, концепции развития города, мы никогда не получим комфортного для нас, приемлемого, приятного результата. Каждый раз приходится отвечать на какие-то локальные вопросы, решать какие-то локальные задачи. Кого-то нужно переселять, где-то нужно срочно асфальтировать дорожку. Это все очень и очень важно. Однако, без понимания того, каким этот город должен быть через 5, через 10 лет, на какую-то еще большую перспективу, мы всегда будем натыкаться на определенные проблемы, что, в принципе, например, вот этот локальный район был бы очень хорош под разбитие сквера, а мы уже его чем-то заполнили. Вот чтобы таких вещей не происходило, чтобы мы понимали, чего хотят от нас граждане города, и развивались именно в этом направлении, в принципе, созданное направление с таким сложным названием. Ну, то есть это, прежде всего, системный, скажем так, научный подход даже, в какой-то степени научный подход. Я бы сказала, что он и научный, и очень человеческий. То есть, прежде всего, это организация диалога с гражданами, обобщение мнений. При совокуплении ко всему этому современных технологий есть такое достаточно новое и модное слово «урбанистика», которое является наукой о развитии городов, крупных, малых, всяких, с учетом всех составляющих городской жизни, социальных, экологических, экономических, любых. И выработка вот этих вот очень возвешенных, правильных решений должна стать основной идеей нашего управления. Этой функции. Структурно, что из себя сейчас представляет управление? Вот вы сейчас упомянули вот этих важных моментах, частично функции архитектуры, насколько я понимаю, тоже присутствуют в нем. И функции по согласованию архитектурных решений в какой-то мере. У нас есть управление градостроительства и архитектуры, но задачи никоим образом не дублируются. Если наше управление вырабатывает концепцию, цветовые решения перспективные тех районов, которые еще не построились, общий вид этих районов, их инфраструктура пытается уходить от точечной застройки к комплексной, то управление городской архитектурой, существующей в настоящий момент, скорее решает задачи сегодняшнего дня. Разрешение на строительство, концепции зданий и так далее. Структурно же наше управление представляет из себя следующее. В него вошли отдел природопользования и экологии. Это те, кто следят за состоянием воздуха, за озеленением, за зелеными зонами, их сохранение, запрет незаконной вырубки, естественно. Это отдел транспорта и связи, который главным образом занимается маршрутами городского транспорта, их продлением, оптимизацией, управлением режимами движения общественного транспорта. Это будет отдел перспективного художественного оформления нашего города, чтобы у нас не получался как лоскутное одеяло, а становился чем-то единым, комфортным, концептуальным. Это перешедший к нам из управления экономики сектор по развитию застроенных территорий, который решает важнейшую социальную задачу расселения ветхого жилья, за стройки на месте вот этих вот домиков, в которых уже плохо, некомфортно жить нашим гражданам, большого, хорошего, комфортного жилья. Но, с другой стороны, большое, хорошее, комфортное – это не значит уместное и красивое конкретно на этом месте. Повторюсь, задачи стоят очень сложных, очень много. И выработка именно сбалансированных решений – это основная функция нашего управления. Да, вот есть понимание того, что, строя жилой дом, мы должны задумываться об инфраструктуре этого дома. Потому что в большом доме, условно говоря, 100 квартир, а у нас сейчас практически у каждого владельца квартиры есть автомобиль. Автомобиль где-то надо парковать. Эту парковку надо где-то предусматривать. Надо предусматривать магазины, надо предусматривать школы, детские садики и так далее и тому подобное. То есть целый комплекс задач, а не все так просто – снес дом, на его месте воткнул, что называется, новое, и хоть трава не расти. То есть, насколько я понимаю, сейчас стоит задача от этого уйти и прийти именно к комплексному решению. Именно та задача, которую вы абсолютно правильно описали. То есть, если мы предполагаем, что данная территория подлежит расселению, и там появится большой дом, мы сразу должны предусмотреть, не возникнет ли заторов на дорогах, когда вновь поселившиеся там жильцы поедут к себе на работу, в какой детский сад поблизости они поведут своих детей, хватает ли места в близлежащей школе, или нужно предусмотреть их дополнительно, что будет с зелеными зонами на месте тех домиков, которые вот стояли на этой территории. То есть, вопросы очень комплексные, урегулирование интересов, как инвестора, который будет строить этот дом, потому что ему, конечно, хочется построить много-много этажей, жилья. Ну, конечно, получить максимальную прибыль, это все понятно. В функции администрации города входит обеспечение того, чтобы были построены невысотки. Нам не надо превратить Рязани в Манхэттен. Нам нужно, чтобы было комфортно, удобно, вписывалось эстетически в уже сложившийся исторический облик нашего города. Елена Вячеславовна, вот мы сейчас, скажем так, в общем охарактеризовали задачу управления. Я думаю, у многих наших зрителей появилась ясность. Есть уже какая-то конкретика, конкретными проектами какими-то уже занимаетесь? Да, конечно. Если говорить о концептуальных вещах, то сейчас прорабатывается идея наличия в городе большого количества зеленых зон, скверов, парков. Заключается она в чем? Каждый конкретный гражданин, выходя из дома, должен, наверное, имеет право иметь в небольшой удаленности от себя место для комфортного отдыха себя, своего ребенка, для прогулки. Таким образом составляется атлас зеленых зон, описывается их функциональное предназначение. Где-то можно заниматься спортом, где-то можно прогуливаться маме с коляской, там будет тихо, безопасно, экологично. Одним из главных проектов, над которым мы сейчас работаем, проект, конечно, очень масштабный, очень социально значимый. В свое время этот вопрос поднимался еще нашим губернатором. Это вопрос развития Центрального парка культуры отдыха. Конечно, этот вопрос давно уже назрел. Мы все помним парк немножко другим, не немножко, а сильно другим. Когда мы там отдыхали, будучи еще детьми, со своими мамами и папами, помним аттракционы, карусели, помним пруд, на котором можно было покататься на лодке. Хочется сделать еще лучше, но понятно, что это задача не двух дней, конечно. Но, мне кажется, подход был выбран абсолютно правильный. То есть для начала был произведен опрос общественного мнения, что мы хотели бы, мы граждане города, увидеть в нашем любимом парке. И самое интересное, что оказалось, что, в общем-то, никому не нужно каких-то сложных, громоздких, ярких, шумных, масштабных решений. Есть понимание того, что это зеленые легкие нашего города. Действительно, немногие города Центрального федерального округа могут похвалиться наличием такой большой, разнообразной, разноплановой зеленой зоны в самом центре своего города. Поэтому есть понимание, что его, конечно, нужно очистить, осветить, восстановить дорожки. Уже начатые работы, направленные на проектирование всех этих работ в будущем, на увязывание их по периодам, когда, в какие сроки, что будет происходить. Ну, я очень надеюсь, что у нас получится уже какие-то первые приятные результаты показать к концу лета текущего года. Это очень важно. Ну, вот, знаете, когда говорим о зеленых зонах, я открою небольшой секрет. Я живу неподалеку от одного места. Появилась в конце прошлого года информация, что на перекрестке, ну, фактически на перекрестке улицы Горького и Веденской появится сквер. Была очень оживленная дискуссия в интернете. И было очень много мнений, что да ничего там не появится. Очередной дом жилой воткнут, его вот увидите. Вот мне как жителю, скажем так, этого района интересно, будет там сквер или нет? Ну, вот увидите. Мы занимаемся проектированием небольшого и уютного сквера. То есть будет? Да, конечно, будет. Ну, что же, это на самом деле отлично. Еще вот чем занимаетесь? Еще вот какие, скажем так, давайте не будем раскрывать всех деталей, да? Ну, хотя бы основные направления, основные проекты над чем сейчас сосредоточены? Есть масса проектов, направленных на улучшение дорожной ситуации в нашем городе. Я говорю не только о движении рейсового транспорта, говорю не только о движении частных автомобилей. Есть вопрос, который очень часто поднимается в основном молодежи нашего города, велодорожки. Так хочется, чтобы они в городе были. Ну, открою секрет, начинаем. Это очень непросто, ведь мало того, чтобы обозначить какую-то полосу и сказать, вот здесь катайтесь. Нужно сделать это безопасно, разумно, комфортно, чтобы велосипедисты не мешали пешеходам, чтобы велосипедисты были обезопасены от автотранспортных средств. Это действительно непростой проект, с учетом того, как сложились уже дороги в нашем городе. Над ним придется достаточное время поработать, но я думаю, что это приведет к очень хорошему результату. Помимо велодорожек есть проект развития пешеходных зон. Наверное, правильно, когда город с такой историей, как наш, с таким богатым центром города, богатым архитектурно, который позволяет по себе гулять, смотреть на себя. Наверное, это правильно, если у нас действительно будет такая возможность гулять и делать это в комфортных, хороших условиях, без машин, без шума, а может быть, с какими-то уличными, кафе, с тем, что нас порадует во время этой прогулки, с комфортными пешеходными зонами. Опыт разных городов сейчас уже анализируется, как они решают эти вопросы, и над этим мы тоже работаем. Ну, а с точки зрения транспортных проблем, сейчас моделируется несколько схем движения на сложных участках нашего города. Вырабатываем решения. Это вопросы не одного дня. Но начиная с чего-то, мы, я думаю, что получим результат. Что ж, благодарю вас и желаю скорейшего осуществления этих планов. Елена Фирсова, начальник управления городского планирования, пространственного развития и транспортной инфраструктуры администрации Рязани, в программе «Лицом к городу». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова